Перейдем во вторую вкладку «Средства», в которой вы можете увидеть реальную ситуацию по данному торговому счету. На этом графике вы видите, что линия баланса, отмеченная синим цветом, продолжает расти вверх даже в тот момент, когда линия средств, отмеченная зеленым цветом, опустилась вниз. Это указывает на то, что в моменте «просадка» или же другими словами «не зафиксированный убыток» достигал 31,5%. Но этой информации вы бы не увидели по первому графику. Также важно понимать, что баланс – это состояние торгового счета с учетом закрытых торговых позиций, и он не изменится до тех пор, пока сделки не зафиксированы. Поэтому у трейдеров, которые не фиксируют убыточные торговые позиции, линия баланса будет сглаженная. Но как мы уже с вами разобрались, это рано или поздно приведет к очень серьезным последствиям. Напомню, что это статистика о торговле трейдера, который торгует по агрессивной торговой стратегии. И те инвесторы, которые выбирают себе именно такие торговые сигналы, должны понимать, что такие «просадки» вполне нормальное явление для таких торговых стратегий. Но даже в данном случае каждый трейдер должен себя подстраховывать тем, чтобы не копировать торговые сигналы трейдеров, которые не фиксируют убытки вовсе, так как рано или поздно его торговая стратегия может дать сбой. И есть риск того, что вы начнете копировать данные торговые сигналы именно в тот момент, когда у торговой стратегии будет сбой. Выбор остается за каждым из вас, так как моя задача лишь предупредить вас о возможных рисках. Идем далее. Мы с вами определились, что первые две вкладки очень важны, им необходимо уделить достаточно внимания, так как это позволит отсеять еще некоторых трейдеров, копирование торговых сигналов которых может быть рискованно. Вкладку «Баланс» детально рассматривать мы не будем, так как в ней нет информации, той, которую бы я хотел вам предоставить. Давайте сразу же перейдем ко вкладке «Риски». Во вкладке «Риски» очень много полезной информации, которую можно назвать самой важной. Поэтому будьте максимально внимательны и всегда анализируйте эти показатели перед тем, как подключать торговые сигналы к собственному торговому счету. В этой вкладке вы видите лучший и, соответственно, худший трейд, а также результаты лучших и худших серий. Но это не главные параметры, которые должны вас интересовать в большей степени. Основное внимание необходимо обратить на такие два показателя, как MFE, а также MAE. Это очень интересные, а самое главное, показательные элементы статистики. О чем в сущности говорят эти два показателя? Они дополнительно характеризуют каждый закрытый ордер с значениями максимально нереализованного потенциала и максимально допущенного риска. В частности, на верхнем графике зеленого цвета вы видите, что потенциальная прибыль по сделке составляла 24 доллара и 42 цента. При этом фактическая прибыль составила 18 долларов и 26 центов. Но если посмотреть, каким был потенциальный риск, то можно сделать однозначный вывод, что данный трейдер просто-напросто пересиживает убытки. В частности, в данном конкретном случае потенциальный риск составил лишь немногим менее 152 долларов. То есть, соотношение риска к прибыли существенно превышает уровень 1 к 3. А это, как известно, грубое нарушение базового критерия риск менеджмента. И таких примеров в статистике данного трейдера много. Как следствие, учитывая тот факт, что это очень рискованно, я бы рекомендовал воздержаться от копирования сигнала данного трейдера. Субтитры создавал DimaTorzok